Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ольга Орлова ответила тем зрителям, которые пишут ей в Instagram гневные комментарии о ситуации ухода с проекта Алисы Литинской и Мэри Кулешовой. «Я не нуждаюсь в ваших указаниях, как мне вести проект», – пишет она. «Ваши требования можете оставить для своих друзей». Все любители писать гадости будут заблокированы немедленно. После этой ситуации многие зрители изменили мнение об Ольге. А Алису же и Мэри, которые не дали вытирать об себя ноги, многие поддержали. В сети ходят слухи о том, что Алексей Михайловский снят с поста продюсера Дома-2. Новым продюсером будет Карманов. Карманов – бывший муж Ольги Орловой, от которого у нее сын. Михайловский занимал этот пост в 13 лет, а теперь он будет помощником своей жены Натальи Варвиной в актерской школе, где она преподает танцы. На последнем голосовании проект покинула Полина Лобанова. Девушка не переживает по этому поводу. Она пишет, что наконец-то сможет отдохнуть и оторваться по полной программе. Саша Черно после появления на острове навела много шума. Она довела Иосифа Аганесяна, и тот заявил, что хочет расстаться с Сашей. По слухам, он уже оказывает знаки внимания Марго Овсяниковой. Сергей Захарьяш и Лилия Четрару продолжают выяснять отношения. У Сергея нашелся еще один повод для недовольства. Он считает Лилию грязнулей и неряхой, которую беспокоит только ее внешность. В отместку Сергей даже протер пол ее одеждой. Четрару не осталось в долгу и всем рассказала, как мерзко пахнут потные ноги Сергея. Марина Африкантова дождалась приезда Ромы Капакла из Питера. Он ездил навестить мамы и друзей. «Как приятно знать, что к тебе очень спешат», – пишет она. «Да еще и с подарками». Из недавних эфиров фанаты заметили, что с лицом Марины что-то произошло. Ее как будто перекосило. Скорее всего, причина в уколах красоты. Как вы помните, Роман Гриценко отправился в тур по городам России вместе с Ольгой Бузовой. И в Ростове-на-Дону он прямо во время выступления вышел на сцену и подарил Бузовой кольцо. «Я хотел, чтобы у Оли была вещь, которая ассоциируется со мной», – объясняет Гриценко. «Она приняла мой подарок, и я расцениваю это как зеленый свет на мои дальнейшие ухаживания». Инстаграм подвел итоги года. Оказалось, что Бузова находится сейчас на третьем месте в мировом рейтинге. «Приятно быть единственной», – пишет Бузова. «Буду продолжать снимать для вас». Элина Камерен подала заявление в прокуратуру на отца своей дочери. По словам женщины, Задойнов в качестве алиментов за год выплатил всего 25 тысяч. А это в несколько раз меньше даже установленного минимума. Андрей Чуев рассказал о предстоящей свадьбе. Он со своей девушкой Викторией подали заявление в ЗАГС и готовится к свадьбе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»